Наркотики Наркотики Тема не новая, навсегда страшная и, к сожалению, актуальная. После ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы третьей угрозой для современного человечества является наркомания. Наркотики распространились в размерах, тревожащих российскую и мировую общественность. Наркоманию сравнивают с акулой с загнутыми внутрь зубами. Попасть в эту ловушку легко, а выбраться практически невозможно. Мы предлагаем взглянуть на людей, жизнь и работа которых стали примером, изменили общественную жизнь, стали частью истории. Достичь успеха можно и без допинга. Задумайтесь об этом. Леонардо да Винчи Сложно описать и перечислить все те направления, в которых преуспел Леонардо да Винчи. Человек, изменивший целый мир одним своим существованием. За всю свою жизнь этот итальянский гений эпохи Возрождения успел добиться небывалых высот в живописи, в архитектуре, в музыке, в математике, в анатомии, в инженерном деле и еще во многих других областях. Да Винчи признан одним из самых разносторонне развитых и талантливых людей, когда-либо живущих на планете. Именно он является автором таких революционных изобретений, как парашют, вертолет, танк и ножницы. Христофор Колумб – знаменитый итальянский следователь, путешественник и колонизатор. Христофор Колумб не был первым европейцем, приплывшим в Америку, ведь до него здесь побывали викинги. Однако его плавания дали старт целой эпохе самых выдающихся открытий, завоеваний и колонизаций, продлившихся несколько столетий после его смерти. Путешествия Колумба в Новый Свет очень сильно повлияли на развитие географии тех времен, ведь в начале XV века люди все еще верили, что земля плоская, и что за Атлантикой больше не существует никаких земель. Уильям Шекспир считается одним из величайших англоязычных писателей и драматургов. Он оказал сильнейшее влияние на целую плеяду литераторов, а также на миллионы читателей по всему миру. Вдобавок Шекспир ввел в обиход около двух тысяч новых слов, большинство из которых все еще в ходу в современном английском языке. Своими работами национальный поэт Англии вдохновил великое множество композиторов, художников и кинорежиссеров со всего мира. Первого крупного русского ученого-истиствоиспытателя Михаила Ломоносова по праву можно считать универсальным гением Земли русской. Можно сказать, что Михаил Васильевич Ломоносов — это русский Леонардо да Винчи. Хорошо известно, что многие открытия Ломоносова на столетия пережали свое время. Так, например, он первым высказал теорию строения материи, которая предвосхитила открытие атомов и молекул. Именно Ломоносов заложил основу физической химии, занимаясь теориями света и цвета, стал основателем науки о стекле. Самостоятельно изобрел более десяти совершенно новых уникальных оптических приборов. Кроме огромной любви к точным наукам, чрезвычайно серьезно занимался словесностью. Он написал много стихов, пособий по риторике и красноречию. Попутно занимался переводами, так как в совершенстве владел одиннадцатью языками. Чарльз Дарвин, известный британский путешественник, натуралист, геолог и биолог, знаменит свои теории, изменившие представления о природе человека и о развитии мира во всем его многообразии. Теория эволюции естественного отбора Дарвина в свое время потрясла все научное сообщество. Дарвин опубликовал теорию эволюции с приведением некоторых примеров и доказательств в своей революционной книге «Происхождение видов» в 1859 году. С тех пор наш мир и способы его познания очень изменились. Анри Дюнан, успешный швейцарский предприниматель и активный общественный деятель, стал первым человеком, получившим в 1901 году Нобелевскую премию мира. Во время деловой командировки в 1859 году Дюнан столкнулся с жуткими последствиями битвы при Сальфирино, где схлестнулись войска Наполеона, Сардинского королевства и Австрийской империи под руководством Франца Иосифа I, а на поле битвы умирать было оставлено почти 9 тысяч раненых. В 1863 году в ответ на уведенные им ужасы войны и жестокость схватки предприниматель основал всем известный Международный комитет Красного Креста. Принятая в 1864 году Женевская конвенция об улучшении судьбы раненых также основывалась на идеях, высказанных Андрею Дюнаном. Дмитрий Иванович Менделеев по праву считается одним из величайших ученых всего мира. Большинству людей Менделеев известен как создатель периодической системы химических элементов, но он преуспел в самых разных областях науки. Он был не только химик, но и физик, метеоролог, нефтяник, экономист, приборостроитель. Ученый открыл бездымный порох, разрабатывал летательные аппараты. Первый в мире арктический ледокол тоже был изобретен Менделеевым. Зигмунд Фрейд, австрийский невролог и основатель науки психоанализа, знаменит своими уникальными исследованиями загадочного мира человеческого подсознания. Работы Фрейда влияли на психологию, социологию, медицину, искусство и антропологию XX века, а его терапевтические методики и теории в области психоанализа до сих пор изучаются и применяются на практике. Альберт Эйнштейн – один из самых влиятельных ученых всех времен и народов. Этот выдающийся физик-теоретик, нобелевский лауреат и общественный деятель-гуманист подарил миру свыше 300 научных трудов по физике и около 150 книг и статей по истории, философии и другим гуманитарным направлениям. Вся его жизнь была полна интереснейшими исследованиями, революционными идеями и теориями, ставшими впоследствии основополагающими для современной науки. Больше всего Эйнштейна прославила теория относительности, и благодаря этому труду он стал одной из величайших личностей в истории человечества. Даже спустя почти столетия эта теория продолжает влиять на мышление современного научного сообщества, работающего над созданием теории всего или единой теории поля. Мать Тереза, католическая монахиня и миссионерка, посвятила почти всю свою жизнь служению бедным, больным, инвалидам и сиротам. Она основала благотворительное движение и женскую монашескую конгрегацию с сестрой-миссионеркой любви, существующую в 133 странах мира. В 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира, а через 19 лет после ее смерти в 2016 году она была причислена к лику святых, самим папой римским, Франциском. Хоза Паркс, известная как первая леди гражданских прав и мать движения за свободу, была настоящим первопроходцем и основательницей движения за права чернокожих в Алабаме 50-х годов, где в те времена все еще существовала жестокая расовая сегрегация граждан. В 1955 году в Монгомере отважная афроамериканка и страстная активистка за гражданские права Роза Паркс отказалась уступать свое место в автобусе белому пассажиру, ослушавшись приказов водителя. Ее бунтарский поступок спровоцировал других чернокожих на то, что позже прозвали легендарным бойкотом автобусных линий в Монгомере. Этот бойкот длился 381 день и стал одним из ключевых событий в истории движения за гражданские права чернокожих в США. Нельсон Манделла – южноафриканский политик, филандроп, революционер, реформатор, страстный борец за права человека во время апартеида. Он оказал сильнейшее влияние на историю Южной Африки и всего мира. За свои убеждения Манделла провел в тюрьме почти 27 лет, но не утратил веры в освобождение своего народа из-под гнета властей. И после выхода из тюрьмы добился проведения демократических выборов, в результате которых в 1994 году стал первым чернокожим президентом ЮАР. Его неустанный труд за мирное свержение режима апартеида и за установление демократии вдохновил миллионы людей по всему миру. В 1993 году Нельсон Манделла стал лауреатом Нобелевской премии мира. Тим Бернер Сли – британский инженер, изобретатель и ученый в области компьютерных наук. Больше всего известный как создатель всемирной паутины. Его еще иногда называют отцом интернета. Именно Бернер Сли разработал первый гипертекстовый веб-браузер, веб-сервер и веб-редактор. Технологии этого выдающегося ученого получили всемирное распространение и навсегда изменили то, как генерируется и обрабатывается информация. Принцесса Диана, известная также как Леди Ди, покорила миллионы людских сердец по всему миру своей благотворительной деятельностью, трудолюбием и искренностью. Большую часть своей недолгой жизни она посвятила помощи нуждающимся из стран третьего мира. Королева людских сердец, как ее еще называли, основала движение за прекращение производства и использования противопехотных мин, а также активно участвовала в деятельности нескольких десятков гуманитарных компаний и некоммерческих организаций, включая Красный Крест, детскую больницу Great Ormond Street и исследования СПИДа. Список людей, оставивших заметный след на Земле, ставших частью истории, можно бесконечно продолжать. Некоторые из них известны всем, а других знает не каждый. Но все они имеют одну общую черту. Эти люди изменили наш мир к лучшему. А еще этих людей объединяет то, что они никогда не связывали свою жизнь с наркотиками. Они сделали правильный выбор. Теперь выбор за тобой. Редактор субтитров А.Семкин